Теория Галуа появилась именно, можно сказать, благодаря вот этому открытию Гаусса. Открытие 18-летнего Гаусса в 1796 году. Будущий король математиков, как его стали называть, научился строить правильный 17-угольник. Но вот что он сам пишет по поводу этого своего открытия. Вот заметка Гаусса, сделанная в немецкой газете 1 июня 1796 года. Всякому начинавщему геометру известно, что можно геометрически, то есть циркулем и линейкой, строить разные правильные многоугольники. А именно, треугольник, пятиугольник, пятнадцатиугольник и те, которые получаются из каждого из них путем последовательного удвоения числа сторон. Это было известно во времена Евклида. И, как кажется, с тех пор было распространено убеждение, что дальше область элементарной геометрии не распространяется. По крайней мере, я не знаю удачной попытки распространить ее в эту сторону. Тем более, кажется мне заслуживающим внимания открытие, что кроме этих правильных многоугольников может быть построено множество других. Например, семнадцатиугольник. Ну вот, давайте некоторые комментарии по этому поводу сделаем. Значит, ну, правильный треугольник строится совсем элементарно. Квадрат еще проще. Ну вот, пятиугольник. Знает ли, кто знает, как построить правильный пятиугольник с помощью циркуля-линейки? Много разных способов. Ну вот, давайте начнем с того, что эта задача равносильна тому, чтобы построить косинус 72 градусов, то есть косинус угла 2.19. Ну, почему это равносильно? Это видно вот из этой картинки, да? Давайте я, на всякий случай, ее нарисую на доске. Правильный пятиугольник, вот пусть одна из его вершин находится вот в этой точке, самый правый, да, 1.0. Вот, тогда следующая вершина, это единичная окружность, да, имеет координаты, как известно, косинус 2.19, синус 2.19. Вот, значит, 2π, это 360 градусов, это полный оборот. Соответственно, если мы умеем строить абсциссию этой точки, да, то есть косинус 2.19, то мы восстанавливаем просто перпендикулярно к горизонтальной прямой, да, выстроим вот такой вертикаль на этом уровне, косинус 2.19. Вот, и получаем вот эту дугу, согласны? Вот, после чего нам остается ее отложить пять раз, вот, и получаются все вершины правильного пятиугольника. То есть нужно построить косинус 2.19. Значит, а это уже на самом деле задача алгебраическая, потому что есть много способов доказать, что косинус 2.19 выражается вот по такой формуле. Корень из 5 минус 1 разделить на 4. Два момента. Во-первых, все ли понимают, что, если мы это нравится докажем, то мы построим косинус 2 пенальтица с помощью циркулилилики. Все ли умеют строить корень из 5? Что такое корень из 5? Корень из 5 с помощью циркулилилики. Депосинону в треугольники. Просто берем две тетрадные клетки, да, и строим вот эту вот диагональ, да, гиптенуфу. Совершенно верно. Значит, вот это корень из 5. Вот. Ну, после этого мы читаем единицу, да, и делим на 4. Все эти операции легко сделать с помощью циркулилилилики. Итак, вот как можно построить правильный пятиугольник. Ну, осталось только вот это равенство доказать. Ну, вот это равенство, один из способов его доказать, это, ну, применить векторы, да, или комплексные числа. Ну, комплексные числа, может быть, не все знают, хотя сегодня они будут главным героем нашей лекции. Без них мы не сможем догадаться построить правильный 17-угольник. Вот. Но вот на этом этапе нам достаточно векторов. Значит, вот смотрите, вот у нас 5 векторов, да, вершины, которые смотрят из нуля, вершины правильного пятиугольника, да. Значит, давайте скажем первое, что сумма всех этих пяти векторов равна нулевому вектору. Согласны? Ну, понятно, да, если бы она уравнялась какому-то не нулевому вектору, да, то мы по всей векторе повернули на ума папина ведь тогда сумма повернулась бы на тот же угол а с другой стороны все эти векторы бы перешли друг друга и поэтому сумма не изменилась для противоречий согласно вот значит сумма не меняется вы не да раз она не меняется что она есть нулевой любой другой любой не были при повороте на 2п на 5 разумеется менять вот и так эта сумма равна нулю а раз сумма векторов равна нулю то значит сумма их абсцисс до 1 координат тоже равна нулю вот но видите вот по этим двух векторов абсцисс одно и даже такой синус 2п на 5 их два поэтому получаем 2п на затем есть еще вот эти два вектора которых понятное дело абсциссы 8 4п на 5 и осталось еще вот этот вектор единица так значит это все равно нулю вот значит ну 8 4п на 5 выражается через 8 2п на 5 с помощью известной формулы двойного угла да 20 квадрат минус 1 а если кое-что 2п на 5 обозначили буквы и цель ну вот отсюда вы получаете как раз таки квадратное уравнение да проверяете меня 4c квадрат плюс 20 минус 2 минус значит минус один правильно равняется нулю вот и соответственно его корни это минус один плюс минус корень из 5 как раз таки разделить на 4 но нас интересуют нас интересует положительное значение c да положительное значение c это в общем с 2п на ну вот как раз другое значение это плюс 4 п на так что вот эти два значения ну вот как строится правильный пятиугольник дальше шестиугольник так сказать понятно сводится по строению треугольника вот правильный семиугольник построить с помощью циркуля линейки нельзя доказать это строго смог математик пьер манцель французский математик за что она в первую очередь он известен конечно так как гаусс но вот главное его открытие это доказательство неразрешимости классических задач на построение с помощью циркуля линейки то есть вот именно он доказал что нельзя удвоить губки да то есть построить отрезок конно-кубический звук нельзя осуществить три секции угла разбить разделить угол с помощью циркуля линейки на три равные части вот значит ну вот еще одна знаменитая проблема квадратура круга вот но она сводится к трансцендентности числа пи это было сделано тоже 19 веке но уже позже вот мы также в конце доказал 30-х годах 19 века уже после гаусса что никакие другие правильные многоугольники кроме тех что указал гаусс построить нельзя вот он это сделал аккуратно значит первый нетривиальный случай который можно построить это 17 уголь вот собственно лекция будет посвящена тому как они просто как его построить а как догадаться до этого построения вопреки может быть ожиданиям лекция будет сугубо алгебраически то есть несмотря на это геометрическое название геометрическую постановку это сплошная алгебра и на самом деле это открытие гаусса было в преддверии настоящей алгебраической революции которую вот именно осуществил голуа построение правильных многоугольников тесно связано с вопросом разрешимости уравнения радикалов которые давно занимала всех математиков с давних времен собственно алгебра в средние века была наука и решение уравнений вот и именно квадратное уравнение имели решать в глубокой древности уравнение третьей степени четвертые учились решать в италии в шестнадцатом веке но известно это форма маккордана да который откроем маккордана это тема для отдельной лекции собственно тогда возникли комплексные числа только появились потом к ним очень долго привыкали в общем это все большая длинная увлекательная очень история вот значит и вот долгое время пытались учиться решать ровно не пятой степени и абель норвежский математик доказал опять-таки в начале девятнадцатого века что это сделать нельзя знаменитая теорема абеля руфине вот агалуа гениальный французский математик который умер умер в возрасте 20 лет все свои открытия величайшие сделал в перерыве в отрезке с 16 до 20 лет и прославился тем что окончательно поставил точку в проблеме разрешимости уравнений радикалов но главное вот это его открытие просто перевернула всю алгебру того времени то есть алгебра была наука решение уравнений а стала той наукой которую мы сегодня называем высшая именно он глаг был такие понятия как группа поле и не просто бьем но и заложил основу теории групп и более вот пришел к этому открытие открытие в том числе исследуя работу гаусс по построению правильно семнадцати угольников и так как же это сделать как же построить правильно 17 угольник значит мы по аналогии нужно построить число точность 2 пина 17 правда значит вот она где-то здесь лежит действительно осина ближе к единице да и вот надо его также выразить в радикалах значит вообще не сложно показать что выразить в радикалах можно в точности те числа то есть можно построить с помощью циркуля линейки в точности те числа которые выражаются в радикалах которые можно получить с помощью четырех арифметических действий а также извлечения квадратного форма да квадратного форма